Семнадцать лет назад В 2006 и 2007 годах они получили две премии Грэмми, будучи запрещенными в радио и телеэфирах. Спустя десять лет они вернулись в Москву, чтобы разрушить иллюзии жителей страны о безопасности существования. Но на самом деле мы так долго не возвращались, так как нас никто не звал. Мы постоянно катаемся по Европе. Хотя, если я не ошибаюсь, мы должны были играть этим летом у вас. Но что-то не сложилось. А так мы постоянно рядом с вами колесили. Слэйр известны своими богохульными текстами на протяжении всей своей карьеры, а обложка их последнего альбома «Крайст Иллюзен» запрещена в своем возначальном варианте во многих странах мира. Я буду говорить за себя лично. Я не верю в религию. Религия — это надувательство. Пища для людей, которым нужна ширма, за которой они могут спрятаться. Для людей, у которых нет друзей, семьи или еще чего-то им не хватает. Для меня смотреть и верить во что-то, что невозможно доказать, что это существует, да это просто сказка какая-то. Это не для меня. У меня нет причин заставлять себя думать, что Бог существует, что Он наш Спаситель и скоро вернется. Я так не думаю. А что касается других групп, которые используют религию и поют о сатане, я не возражаю. Мы делали то же самое когда-то, хотя мне кажется, в наши ранние годы имя Слэйр просто кричало, то есть говорило само за себя. Оно отражало всецело нашу сущность. Я обожал ходить в кино на ужастики. Мне нравилось все страшное. Я любил углубляться в знания о разрушении планеты, о которых, возможно, ты не хочешь слышать, но они там. Мне кажется, темная сторона человечества — это то, на чем основан Слэйр. На сцене московского клуба «Б-1 Максимум» участники Слэйр предстали в цепях с шипами и дьявольски рогатыми гитарами. Мужик, когда мы не на сцене, мы обычные люди. Мы выходим на сцену, кричим громко часа полтора, а потом становимся опять теми же людьми, только без цепей, гвоздей и тому подобных вещей. Немногим группам удавалось, не будучи засвеченными на ТВ или радио, получить аж две статуэтки Грэмми — самые престижные награды в музыкальном мире. Да мне плевать на этот музыкальный бизнес. Мне для этого не нужны Грэмми. Мне кажется, эти награды важнее для моих родителей. В их глазах — это признание. В моих глазах — это просто кучка людишек, голосующих за группы, которые они даже никогда не слышали. Мои родители вообще мной гордятся, хотя я сам больше горжусь наградой Metal Hammer Golden God, потому что это признание тебя фанатами, которые голосовали за тебя, а они знают, за кого они голосуют. Когда ты что-то делаешь от души, это найдет своего слушателя. Если ты чему-то не обучен и пытаешься сфальшивить, это заметит. Это вот как если бы я начал писать поп-песни. Я не могу этого делать, но я могу написать самую крутую трэш-песню из всего, что ты когда-либо слышал. И я не хотел бы пробовать что-то другое. Меня постоянно спрашивают, когда же вы уже закончите с этим? А я отвечаю, если кто-то решит свалить, я найду каких-нибудь друзей и буду делать то же самое, что я делаю сейчас. Придумаю имя для новой группы и тему, на которую буду писать лирику. Группу по праву называют богами металла, что они стараются постоянно подтверждать бесконечными мировыми турами и альбомами. Но на самом деле они добрые и милые, разве что в цепях и с шипами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...